Здравствуйте! Владимир Соловьёв, Ярослав Мудрый. Уже по прозвищу, который отдал народ великому князю Ярославу, ты, наверное, догадался, что этот правитель отличался ясным умом и пользовался всеобщим уважением. При Ярославе Россию знали во всех концах земли. Правители первых стран тогдашнего мира искали дружбу русского князя и считали за честь с ним породниться. Ярослав был достойным сыном любимого и глубоко чтивого народом Владимира Красное Солнышко, а славы достиг, пожалуй, еще больше, чем отец. Великое и огромное киевское государство создал Ярослав. Он собрал под своей сильной властью земли от студенного Балтийского моря и холодных озер Чудского, Ладожского и Онежского до Теплого Черного моря. Пять сыновей Ярославовых исполняли отцову волю, сидя в крупных и богатых русских городах. Новгороде, Чернигове, Переяславе, Смоленске и Владимире. Князь не любил войны, но это не значит, что он плохо водил рати. Он был отважен в битве и щедр в дружбе. Даже кромота не мешала ему быть одним из самых лучших на поле боя. Мир, покой и тишина установились при Ярославе не сами по себе. С оружием в руках князь твердо и решительно показал всем соперникам, кто хозяин на Руси и кто держит над ней власть. В первые же годы своего правления Ярослав дал сокрушительный отпор внешним врагам. Он отвоевал русские города и земли у Польши. Победил эстонские племена, а война с Византией, которую он вел, оказалась последней. После нее военные действия между этой державой и Русью уже никогда больше не возобновлялись. Этого правителя Руси не случайно назвали князем-строителем. При нем было заложено несколько городов и крепостей, в их числе Юрьев и Ярославль. Столицу своего, Киев, он для безопасности распорядил отнести высокими каменными стенами. Был сделан парадный въезд в город через поражавшие своей красотой золотые ворота. Князь Ярослав был человеком книжным. Любовь к чтению и книгам ему привел отец. Но сам Владимир Красное Солнышко читать не умел и лишь слушал то, что ему читали. А Ярослав был грамотен, очень любил книги и читал их часто, и днем, и ночью. Понимал Ярослав, как велика польза от учений книжного. Сколько знаний и умных мыслей можно почерпнуть из книг. И потому позаботился, чтобы многие певцы переписывали наиболее мудрые и полные разумных и глубоких суждений книги. Для него делали переводы с греческого языка на русский. Покупали в разных землях книги на славянских языках. Хранились книги в раме Святой Софии. Тем самым была положена началу первая русская библиотека. Князя Ярослава прозвали не только мудрым, но и правосудным. И вот почему по его настоянию и при его учении было начало составления русской правды. Первый письменный закон. Раньше до Ярослава, как суд правил, по обычаям старины, по приговору, вече, а часто так и бывало, каждый расправлялся с обидчиком по своему, по своему усмотрению и разумению. Ярослав положил этому конец. В русской правде было точно указано, какое за что наказание следует. Виновному в убийстве одно, в увечьях и побоях другое, а в воровстве третье. Неутомимый устроитель русской земли, Ярослав, сделал все, чтобы укрепить и защитить ее, установить в своих владениях такой порядок, который представлялся ему наиболее разумным и справедливым. Дожил Ярослав до глубокой старости. Умер он 76 лет от роду. Перед смертью призвал он всех пятерых сыновей своих, наследников его власти, и сказал, «Дети мои, вот я отхожу от этого света. Любите друг друга, ведь вы родные братья. Если будете жить в любви между собой, то и Бог будет с вами и покорит вам любых врагов. А если станете ссориться, то и сами погибнете, и покупите землю отцов и дедов наших. А землю эту приобрели они трудом великим. Так живите же мирно, слушайтесь друг друга». Рассказы о родине